Добрый день, дорогие зрители! Рады приветствовать вас в студии Подкуста. Это замечательное шоу, в котором вы встретитесь и познакомитесь только с самыми интересными людьми. В студии я, Мистеренко Ангелина, и мой игровой никнейм Ангелина 031. И сегодня у меня в гостях замечательная девушка. Хрупкая, но со стержнем и замечательным вокалом, замечательным темпром. Юлия Кошкина, она же Кошка-морошка, рада знакомству с тобой. Очень приятно. Как настроение твое? Отлично. Я нервничаю немного. Мы сегодня перенесли два тяжелых перелета ночных, но ничего. Я держусь, я молодцом. Ты успела выспаться хотя бы так чуть-чуть? Я поспала немного, так что да, я немножечко успела отдохнуть, перевести дух. Ну, выглядишь ты прекрасно, выглядишь ты замечательно, и не скажешь, что ты там где-то как-то не спала. Ты очень интересный человек, потому что ты и музыкант, и стример. Ты комбинируешь как бы два таких, две такие достаточно серьезные сферы, на которые нужно большое количество времени. Поговорим с тобой и как со стримером, и как с музыкантом. Ну, начнем, наверное, с первого. Слушай, мне вот интересно узнать, наверное, общий вопрос для всех, но уникальный для каждого. Как вообще пришла к идее стриминга? Когда пришла? Кто, может быть, надоумил? Кто этот человек? Хорошо, что у нас много времени. У меня история стриминга вообще какая-то абсолютно дурацкая. Я до поры до времени вообще не знала, что есть такая вещь, как прямые трансляции. Сколько же ты спала до момента, когда... Я не знаю. Я просто, у меня открылись глаза. У меня был ютуб-канал. Я его завела еще будучи подростком, году в десятом-одиннадцатом. То есть он у меня очень долго жил, там было тысяча-четыре подписчиков. И в один прекрасный день мне пишет девочка, говорит, мол, знаешь, есть такая вещь, как стримы на Твиче. И типа я собираю канал, на котором будет много прикольных девчонок, творческих, которые будут... Ну, то есть мы планировали забивать эфирную сетку с утра... Онорудование казенное. С утра до вечера, да. И чтобы это были не только девочки, например, которые играют, но чтобы это были творческие девчонки. Там кто-то рисует, кто-то поет, кто-то что-то рассказывает и так далее. И вот я стала одной из таких девочек сначала на сборном канале. А как назывался канал, если не секрет? Game of Girls он назывался, но он просуществовал немного, насколько я помню. И с него еще вышло несколько замечательных девочек, стримерш, музыкальных. Не все из них продолжают сейчас стримить. Но я вот как-то так получилась, что осталась одной из стойких, выдержавших. Ну, молочинка. Слушай, то есть получается, вот если скомбинировать, сколько ты стримишь в общем? С 2016 года, ну то есть уже четвертый год. Ну, это сильно. А что касаемо онлайна, как бы он сразу у тебя сформировался на какой-то большой, знакомой, пиковой такой точке? Или у тебя как-то все потихонечку, знаешь? У меня как-то все очень потихонечку. Я, если честно, склонна думать, что вот у каждого свой какой-то путь. И я вот как-то так очень медленно все время развиваюсь. Вот я медленно пришла к стримам. Я очень долго... Кто понял жизнь, тот не спешит, да? Да, да. И я как-то вот очень поздно и медленно пришла к стримам. У меня как-то так все постепенно-постепенно, но я, в принципе, не жалуюсь. То есть, мне кажется, мой контент, он такой немножко тепличный, что ли. Вот я с ним бережно стараюсь. Важна лишь степень искренности, я говорю тебе мысленно, я прости. Нам в этой близости не вырасти, не вырасти. Я к нему бережно отношусь, и пусть он не привлекает вот так вот сразу много зрителей, но зато те самые единицы, которые приходят смотреть на мои стримы, вот мне кажется, они вот, они как камушек, как бриллиантик. Я их очень люблю просто. Я абсолютно не спорю. На самом деле, мы с тобой коллеги, я тоже стример, и вот ты знаешь, за пять лет стриминга я пришла как бы к одному большому осознанию, что прикольно, когда у тебя есть, допустим, там тысяча, две-три тысячи подписчиков, точнее, онлайн, извиняюсь, но как бы если ты работаешь, допустим, на каждого вот такого бриллиантика, как ты сказала, да, то есть ты общаешься с каждым из них, конечно, наверное, как бы это странно не звучало, но эти две тысячи, они уже начинают немножечко так тебя изнурять, потому что ты не можешь всем уделить внимания. Согласна, это бывает очень тяжело. Я до сих пор помню свои первые стримы, то есть первые, наверное, полгода я стримила на 5-10 человек, и для меня это уже казалось достижением, то есть я... Мне даже не приходило в голову, что пройдет какое-то время, и их будет 300-400. У меня даже мыслей таких не было. Я просто приходила, и вот с каким удовольствием я сейчас прихожу, да, к своим зрителям, которых там уже 300-400, вот с таким же точно удовольствием я шла каждый раз к этим пяти людям одним и тем же стабильно, и это было моей такой отдушиной всегда. Вот все-таки, мне кажется, я из тех стримеров, которые не только... Ну как сказать? То есть я сама получаю удовольствие от своих стримов, я сама получаю вот эту дозу общения какого-то... Какая-то это для меня отдушина, вот. Я очень рада этому. А вот такой вопрос, раз уж мы зашли про аудиторию. Ты когда-нибудь обращала внимание на соотношение девушек и парней, которые тебя смотрят? Есть ли у тебя там какая-то, может быть, своя статистика, там, много ли девочек, например, приходит? Что большая редкость, на мой взгляд, как бы, даже сейчас для Твича? У меня есть девочки, но их немного. Вообще где-то 80-20... ну, то есть 80% где-то это парни. Но мне кажется, это вот исключительно специфика Твича, что это в первую очередь игровая площадка. Но она же вроде сейчас даёт возможности, уже, наверное, последние года два, начиная там от... Что у нас было? Просто social, потом just chat. Да, это большой плюс. На самом деле, когда я начинала стримить, был такой общий раздел, он назывался creative. Или просто E-Rail? А, нет. Нет, был раздел creative, E-Rail раздела тогда не было. Я помню, что был какой-то social eating, был creative раздел. И... вот... не помню, что-то ещё. Music, по-моему, был как отдельной вкладкой. Нет, то есть вот когда я начинала, да, в 2016 году, вкладки music вообще не было. То есть вот сейчас мы имеем art, там, music, travel, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и как-то вот так вот всё, короче, по полочкам. Когда я начинала, была одна большая вкладка creative, в которой постоянно сидели одни и те же люди, вот я среди них, и, в общем-то, она не привлекала какого-то особенного внимания, то есть просто со временем, вместе с тем, как всё больше и больше творческих людей начало приходить на твич, видимо, как-то вот кто-то сверху решил, что, ну, почему бы нам не... почему бы нам не дать дорогу этим людям и сделать для них какие-то вот более удобные условия. А почему больше людей стало приходить именно на creative? Надоели игры или просто захотелось чего-то нового, или увидеть то, что люди другие могут, а я не могу? Всё вместе, наверное. Ну, надо же понимать, что туда и стримеров начало больше приходить, то есть больше людей стало, в принципе, узнавать о такой возможности, так же, как я в своё время взяла и узнала. Я человек не особо близкий к игровой индустрии, да, вот ко всему, что касается каких-то, может быть, новых технологий. И я, то есть, ну, я в первую очередь, наверное, всё-таки музыкант, а уже потом музыкальный стример. Поэтому, да, люди постепенно узнают о том, что вообще есть возможность проводить прямые трансляции, какие-то творческие, и просто показывать миру, что ты умеешь, можешь делать вот в режиме онлайн. Уже потом они узнают про твич, и как бы всё так, ну, курочка, позерно, что клюёт потихонечку. Да, очень постепенно, всё развивается очень постепенно, всему своё время, мне кажется, всё нормально, всё идёт своим чередом, так, как должно. Окей, круто. Слушай, тогда такой вопрос. Что касаемо твоих близких и родных людей, я так понимаю, не знаю, что ты стримишь, да? Куда можно передать привет? Куда помахать? Я думала, ты скажешь, ну, мам, раз уж на то пошло, да, вот, я стример, я думаю, самое время соснуться. Нет, ты что, нет, у меня все знают, что я стримлю, меня очень поддерживают. Ты сразу же сказала, вот как только начала, или спустя какое-то время? Ну, когда я начинала стримить, мне было, ну, сколько, я была, по-моему, на третьем курсе колледжа, мне было лет 19, и я очень много училась. То есть было время прям довольно тяжёлое, вот в каком-то таком эмоциональном плане, когда я могла с 9 до 9 быть на учёбе, ещё вечером приходила, и с 9 до 12 я стримила, садилась. И все мне вокруг говорили, что ты делаешь, тебе что, нечем заняться, да, поспи, там, не знаю, найди какую-нибудь подработку. Ну, действительно, тяжело, потому что творческие все направленности в обучении, они, как правило, занимают очень много времени, то есть это всегда какие-то дополнительные занятия, дополнительные какие-то, там, ну, дополнительное время, которое ты остаёшься в учебном заведении. Ну, а как родные отнеслись, не сказали, что это, ну, там, что за ерундень, да, почему ты тратишь на это время, вот, а, может, молодой человек есть, я не знаю. Молодой человек есть, он меня поддерживает, и все мои родственники, в принципе, поддерживают то, что я делаю, потому что они видят, как я развиваюсь, то есть они видят, они смотрят мои ролики на ютубе, они смотрят мои стримы, они видят всё, то есть досконально, что я делаю. Я ни от кого, я никогда не скрывала, мне не было стыдно сказать, что я стримлю, что я чем-то таким занимаюсь, они просто видят, что это такой мой альтернативный способ найти своего зрителя. Ну, потому что я с детства пела, я пела, сколько себя помню, и мне кажется, для любого творческого человека, для любого музыканта это очень такая важная задача, вот найти кого-то, кто будет тебя слушать. Ну, я смогла сделать это вот так, почему я, в принципе, очень рада. Меня смотрит мама, меня бабушка смотрит все мои стримы. Все просмотры на ютубе, да, сделала бабушка? Половину просмотров сделала бабушка. Куда можно передать привет? Я на полном серьёзно говорю. Все вот камеры, которые ты видишь. Я передаю привет всем своим родственникам, всем своим друзьям, всем родственникам, которые меня поддерживают, поддерживали и поддерживают в моём нелёгком пути, серьёзно. Моя бабушка, короче, мой самый главный фанат, она смотрит все мои стримы, она знает по именам всех моих зрителей постоянных. Она, то есть, она читает весь чат, она смотрит все наши стримы с Ксюшей, передаёт ей привет всё время. Её не триггерит, там, не знаю, какая-нибудь там нецензурная брань или какая-то там, не знаю, мемная лексика или что-то в этом роде. Нет, она довольно как-то... Или она быстро влилась? Она лояльно к этому относится, во-первых, а во-вторых, она уже даже сама использует, короче, всякие словечки очень прикольные. Например, я один раз, у меня прям ухо резануло, когда она мне сказала, Юля, опять ты что-то там заруинила. Я такая, ты что? Это было супер неловко. Святая вы женщина. Как зовут бабушку? Татьяна Ивановна. Татьяна Ивановна, вы святая женщина. То есть, да, она очень быстро схватывает все словечки какие-то новые, она вот прям, она в теме, в общем. Блин, это очень здорово, конечно. Это очень круто, когда есть поддержка, самое главное, которая исходит от семьи. Замечательно. Так, и, наверное, хочется поговорить уже больше о внутренней кухне твоих стримов. У тебя, насколько я понимаю, есть заказ музыки, да, на стримах. Да. Как он подразделяется? Что именно, за что именно люди, допустим, платят денежку и что они получают? У меня есть мой, так скажем, постоянный репертуар. Он составлялся вот годами. Вот сколько я стримлю, столько я его и пополняю регулярно. Там сейчас уже больше, там, тысячи, наверное, песен разных. Просто люди приходят и заказывают какую-то песню из репертуара, и за это платят. Сначала это была какая-то символическая сумма, что-то, типа, 150 рублей, сейчас это уже 150 рублей. Ну, просто потому что спрос все больше. Да, разумеется, людей все больше. Его приходится немножечко ограничивать. Если честно, я иногда понимаю, что я не справляюсь, ну, просто физически. То есть я сижу, пою 3-4 часа, а заказы-то, они все идут и идут. Ты добиваешь стрим до момента, когда ты допоешь вот последнюю песню, или все-таки ты говоришь на следующем стриме, мы продолжим? Да, в какой-то момент я смотрю, например, понимаю примерно, сколько я еще готова просидеть, и говорю, например, ну что, давайте мы споем сейчас еще вот эту, вот эту, вот эту, и остальное я оставляю, например, на завтра. Вот так. Всегда как-то все очень так по обоюдной договоренности. В принципе, зрители... Солидарны. Да, солидарны со мной, потому что они видят, что я выкладываюсь. Ну, все-таки пение, это, ну, вещь такая иногда немного выматывающая физически. Вот тогда такой вопрос. А как ты вообще готовишься к стриму? Вот есть игровые стримы. Ты просто проснулся, почистил зубы, покушал, сел и понеслась душа в рань. Что касаемо тебя, ты же, получается, должна выспаться в первую очередь, да, проснуться, ты должна разогреться, разогреть связки, или... Ну, как вообще проходит твоя подготовка к стримингу? Я чаще всего стримлю поздно вечером, ну, поскольку я живу в Иркутске. Стараюсь начинать так, чтобы было меня удобно смотреть зрителям, ну, например, из Москвы, Санкт-Петербурга и так далее. И чтобы мне как-то найти вот этот баланс, я начинаю примерно там в 4-5 часов по Москве. У меня это уже 9-10 вечера. Поэтому я особо не распиваюсь перед стримом, за редким исключением. Все-таки голосовой аппарат, он работает в течение дня и немножечко, да, разогревается. Потому что когда ты просто даже с кем-то разговариваешь, как-то что-то... Вот, то есть иногда я могу немножко пораспиваться. Я обязательно сажусь где-то за полчаса до стрима, настраиваю гитару, там, проверяю, чтобы у меня все было. Могу что-то поиграть, могу что-нибудь повспоминать, могу прикинуть, например, что я хотела бы исполнить. Потому что заказы заказами, это здорово, все очень, конечно. Но иногда бывают такие дни, когда хочется попеть для себя, для души. Иначе ты начинаешь выгорать, вставать и все в таком духе. И очень актуальная проблема, кстати, для всех творческих людей, для стримеров в частности. Слушай, часто бывает такое, что приходят зрители и просят какую-то песню, которую ты не знаешь. Может быть, просто слышала, но не знаешь, аккорду, предположим, или до конца не знаешь слов. Ты включишь ее в свой репертуар или ты исключительно самостоятельно занимаешься? Нет, почему? Вот, есть две опции заказа, скажем так. Я очень странно себя чувствую, как будто я рекламирую. Так, сейчас эту всю кухню объясняю. Ну, в общем, да, есть две опции заказа. Первая это как раз заказы с репертуара, а вторая это заказ вот любой песни. То есть человек может прийти и заказать мне какой-нибудь мегадет. Ну, это сложно и страшно, но я выкручиваюсь. Подожди, это же надо быть просто академиком, чтобы на раз, два, три как-то подобрать, попробовать. Ну, чаще всего занимает 15-20, ну, в крайнем случае, там, может занять полчаса, если совсем что-то суперсложное. То есть, ну, этот человек, там, скидывает от 800 рублей, и я вот сижу, я слушаю, разбираю, подбираю аккорды, там, несколько раз слушаю мелодию и пытаюсь это как-то воспроизвести. То есть не факт, что с первого раза получится прям круто, но чаще всего, если песня мне понравилась, я ее сразу включаю в репертуар. Застичка, да? Да, и в следующий раз я уже ее тренирую, и таким макаром у меня получилось, что за вот эти три года, да, там уже под полторы тысячи, наверное, песен разных, и мне все приходят и спрашивают, типа, как ты держишься в голове? Ну, да, я не знаю, я открываю, и что-то так раз-раз-раз, о, вспомнила, о, разыгралась, ну, что-то там так, ну-то, вот. На самом деле я преклоняюсь в этом плане перед твоими способностями, потому что года, наверное, четыре назад я нашла молодого человека, как, вот, я боюсь ошибиться, он проживает в Америке, у него канал называется Chuy Melodies, он, если я не ошибаюсь, он японец, вот, и он также сидит и просто абсолютно виртуозно подбирает, не знаю, аккорды, то, что он там подбирает, но периодически те песни, которые я до этого не слышал, в его исполнении звучат как-то еще более интересно, еще более свежо, еще как-то необычно для аудитории, для Изайны она его, да, очень любит, поэтому это очень круто, когда есть вот такие вот... Нет, у меня тоже такое бывает, зрители иногда приходят, заказывают какую-нибудь песню, а я все время очень сильно переживаю, потому что, ну, люди же тоже заказывают песни, которые им нравятся, которые им любимы, и мне всегда боязно, что я, там, как-то ее плохо исполню и обижу человека, но в результате я стараюсь, стараюсь, и мне человек говорит, блин, было так круто, а я думаю, что круто-то, что круто-то, где круто-то, я, блин, я думаю, так, я тут споткнулась, тут это, тут это... Сколько что нервов ты пратишь? А в итоге человек говорит, Юля, спасибо большое, было так здорово, и я такая, о-о-о, как хорошо, вот, примерно так. Ну, я действительно, я очень эмоциональный человек, я очень это все через себя так все время пропускаю, да, да. Может быть, благодаря этому, вот, благодаря вот этой эмоциональной составляющей, людям действительно нравится то, что я делаю. Хорошо, а были такие у тебя случаи, раз ты говоришь, что ты эмоциональный человек, были ли у тебя такие случаи, что ты исполняешь песню, и она в какой-то момент пробирает тебя до глубины души, и ты раз, и как у клоуна слезы максимально, вот что-то такое, бывало такое? Да, бывало, но это было связано с, ну, немного тяжелым периодом, то есть не просто я расплакалась от перезбытка чувств в песне, а потому что я в этот момент связала ее немножко вот со своим тем опытом грустным. У меня собака умерла буквально недавно, и там была песня с очень таким трогательным текстом как раз про потерю хорошего друга. В общем, я что-то, я, да, я прям, я вспоминаю это, и я в тот момент почему-то не выдержала и разруялась на стриме, и мне все время так неловко, когда это происходит, но, ну, в целом, слезы это тоже... Это тоже проявление эмоций. Это тоже проявление эмоций, это тоже чувства, и... Я в этот момент, наверное, думаешь, а сколько же людей на другом конце монитора, на другом конце провода тоже расплакались вместе с тобой, и приняли, и поняли, да, что ты чувствуешь. Это ведь тоже... Это удивительная вещь. Часть чего-то большого. Я не знаю, я на самом деле все время, вот, когда со мной происходит какая-то очередная... Когда я, как бы, покоряю какую-то вот очередную вершинку, да, я все время оглядываюсь назад и думаю, господи, как круто-то вообще, что это все так получилось, как здорово, что я нашла этих людей, как здорово, что они нашли меня. Мне до сих пор не верится, мне даже не верится, что я здесь. Вот я реально, мне кажется, я... Я каждый раз... Дай руку. Я тут, да, все хорошо. У меня здесь. Это просто обалденное ощущение, потому что... Ну, то есть я каждый раз это переживаю, и у меня ощущение, что как будто это все не со мной, как будто это все не настоящее. Я так... Мне так хочется себя... Ощипнуть, да? Ощипнуть все время. Не верится, потому что буквально еще года четыре назад... Вообще, почему так здорово получилось, что я пришла в стриминг? Я училась в колледже музыкальном, и вот мне кажется, у каждого творческого человека тоже есть все время какие-то сомнения в определенный момент в своей жизни, тем ли я занялся вообще, в принципе. Потому что мы привыкли зачастую слышать от родственников, от окружающих людей, что какая-нибудь творческая специальность это не работа, на что ты будешь жить, что ты будешь... Да, что ты будешь делать. И вот точно так же у меня был период в жизни, когда я очень много сомневалась в себе, вот копалась во всем этом, думала, ну как, а действительно, чем я буду заниматься? Вот я выйду такая с дипломом, артистка, да, и кому я нужна вообще действительно? И вот появился именно в этот момент в моей жизни твич, и сейчас я думаю, что, ну... Случайно? Это вообще, да, это вообще, это просто какой-то дар богов каких-то. Серьезно, не знаю. Вот. Ну, а часто ли у тебя такое происходило, что, допустим, близкие люди спрашивали, а что ты будешь делать, а куда ты пойдешь? Не без этого тоже, да? Конечно. До сих пор иногда они... Ну, им сложно, опять же, понять специфику того, что происходит вообще вот в сфере прямых трансляций. Мне даже сложно было, например, объяснить сначала, куда я еду сегодня. Но потом, когда они видят результаты моей деятельности, они как-то всегда воодушевляются, видят очередной какой-то интересный ролик, видят какой-то очередной результат моей работы, видят, что это приносит мне удовольствие и радость, и, в конце концов, доход какой-никакой. И вот тогда, видя результаты, они, то есть, поддерживают меня. Ну, а мы вернемся через несколько минут. Не расходитесь далеко. То есть, получается, ты учишься, ты стримишь, ты занимаешься музыкой активно. Слушай, а не было мысли переехать в Москву, например? Больше связей, больше возможностей, больше ивентов? Была, была, но я еще работаю в данный момент в Иркутске. А если не секрет? Я работаю в детском хоре. Я учу детей петь. То есть, по образованию я вокалист и музыкальный педагог. В общем, удивила свой вуз, пошла работать по специальности. Ну, да, да, да. Я пошла сразу после колледжа, устроилась в коллектив, где работают люди, которые в свое время учили меня, у которых я сама в свое время занималась. И я параллельно, вот пока я занималась стримами, развивала свой канал, я работала там. Но сейчас, сейчас я уже работаю на полставки, занимаюсь в основном с солистами, с детями. Ну, то есть, просто один на один. До этого я еще вела группы хоровые детские. И по сколько человек, то есть, вот эти группы были? А группы, ну, 15-20 человек. Тебе, ну, не сложно работать? Мне сложно. Сложно, да? Мне сложно, да. Вот есть ребята, даже молодые у меня на виду, которым удивительно удается удерживать дисциплину вот в детском коллективе. Я человек такой, ну, я больше интроверт. Мне сложно, когда вокруг меня хаос. Хаос, шум, куча людей. И еще дело в том, что я работала с детьми такого возраста, у которых они уже не дети, но еще не подростки. То есть, это вот такое, как бы, такой период. Хаос в голове, побегать, попрыгать. Да, такой период, где вот им примерно от 9 до 12, они занимаются тем, что нащупывают границы все время. Они пытаются нащупать вот эти границы. И иногда очень себя так ведут, да, местами даже агрессивно. И мне вот в этом плане немного сложно. Мне сложно поддерживать дисциплину, контролировать большое количество детей, которые просто хотят быть детьми. Слушай, а можно тебе, как вопрос профессионалу, а вообще много детей приходит, так сказать, из-под палки родителей? Вот, допустим, там, мама всю жизнь хотела петь, но что-то не везло. И она отправляет ребенка, иди вот по моим стопам. А ребенку это не нравится. И вот что в таком случае делать? Донести до родителей, что это ему не нужно? Или попытаться объяснить ребенку, что это как минимум интересно, и это такой удивительный скилл, который ты можешь развить? К сожалению, бывают такие родители, которым сложно объяснить, вот, что их ребенку нужно и не нужно. Ну, во-первых, потому что они считают, что они лучше знают, что их ребенку нужно, конечно же, ведь это они, его родители. Мне кажется, лучше уж тогда попробовать второй вариант. Тем более, что я вообще народница, и я работала с детьми на фольклорном материале. А там очень много всего интересного, в принципе, для людей, для детей разного возраста. И если честно, чаще всего я наблюдала такую картину, что ребенок, даже если приходит в коллектив, ну, из-под палки, назовем это так, он часто вливается, во-первых, в коллектив детский, который довольно дружный, а во-вторых, ему со временем действительно начинает нравиться. То есть он видит какую-то благоприятную атмосферу, он видит других детей, которые горят этим, он видит педагога добродушного, понимающего, который к нему тянется, который там рассказывает что-то интересное, и он постепенно все равно вливается вот в эту общую работу. То есть вот скорее с таким я сталкивалась, нежели с каким-то вариантом, что ребенок прям совсем не хотел. Ну, пожалуй, все-таки вернусь стримом. Мне еще есть чем тебя попытать сегодня. Слушай, вопрос сразу такой, сходу и в лоб. Какой у тебя на стриме самый запоминающийся донат? Такой, знаешь, прям вот, а-а-а, что ты можешь прямо сейчас вспомнить. Ну, судя по лицу. Короче, я приехала в прошлом году впервые на StreamFest в Москву. И пока я сидела и стримила, ну, то есть меня попросили на стрим-позиции постримить какое-то время. Ты была на каком-то стенде, да? Я была на стенде, мне выдали вот позицию мою. Я сижу, значит, на позиции, и девушка провожала. Я не знаю, почему это называется позиция, а не суть. Я сижу, стримлю, разговариваю с ребятами. Вокруг меня собрались мои зрители какие-то постоянно, которые приехали. Мы сидим, общаемся, все такое, мне просто прилетает 100 тысяч рублей. А, нет, было не так. Сначала подошел молодой человек замечательный, который мне вручил букет цветов, представился Александром. Я спросила, а какой у тебя ник? Он такой, я просто Александр. И убежал. И через минут 10 мне прилетает донат. Просто Александр, 100 тысяч рублей. Просто Александр. И все, и он сбежал. Мы потом уже увиделись еще, конечно. И недавно я проводила квартирник в Москве 26 января. Он как раз помогал с организацией. В общем, ему за это огромное спасибо. Вот такие есть люди. Я на самом деле каждый раз удивляюсь, что им не жалко своих средств, времени. Я не знаю, которые работают. Но, возможно, мир не без добрых людей, действительно. Ну, я всегда склонна полагать, что люди, знаешь, отдают не последнее, но очень нужно. Они бы, допустим, эти деньги, да? Когда, допустим, мне тоже донатят, я так, блин, ребята, ну вы можете вот эти средства, допустим, потратить там, покутить на них хорошо, быть с таким есенинским гулякой, не знаю. Меня тоже все время поражает, что ты мог потратить деньги на себя. Отложить куда-нибудь. На отпуск, еще на что-то. Но, видимо, я не знаю, неужели я сделала что-то действительно настолько хорошее. Вот все время не верится. И все время мне люди говорят, Юлька, ну ты же такая молодец, ты же там это, это, это. Вот спасибо тебе за то, что ты делаешь. Ну я же ничего не делаю. Я же сижу и пою. Я ничего не делаю. Почему? За что? У тебя бывает такое ощущение, что ты получаешь какую-то отдачу, какую-то благодарность? Наверное, того, что я делаю, да? Ну да, да. Конечно, бывает, пять лет такое ощущение. Вообще, и вот это какой-то, я не знаю, это, наверное, какой-то синдром самозванца, что я делаю, 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 но мне кажется, что мне слишком, мне слишком сверх почему-то прилетает благодарность за все это и прям даже не верится как-то. Я помню, спросила у своего на тот момент топ-донасера, зачем в принципе, как бы, да, ты это делаешь. Дала ему те же самые вопросы, ты мог бы отложить, потратить, то есть все, пятое-десятое. На что он мне привел очень своеобразные примеры, но с которыми я не могла не согласиться. Он говорит, вот ты когда идешь в кино, ты хочешь посмотреть фильм, ты хочешь насладиться чем-то прекрасным, ты отдаешь денежку за билет. Ты мог посмотреть это и дома, но тебе хочется увидеть акустику, большой экран, удобное кресло. Ты, говорит, идешь в ресторан, да, ты хочешь насладиться приятной, там, пищей. Ты мог дома приготовить хлопья, молоком залить, да, там, испачкав кучу посуды. Он говорит, то же самое и здесь. Я прихожу, потому что мне на данный момент это нужно, мне хорошо здесь. И таким образом я хочу поддержать человека, который скрашивает мой досуг и приносит в мою жизнь какие-то новые эмоции и ощущения. Вот. Вот так что? Видимо, видимо, все действительно вот так. Но это удивительно. Мне кажется, мы живем в замечательное и удивительное в то же время время. Я заговорилась немного. Действительно, когда любой человек может найти себе дело по душе и при этом найти своего зрителя, какого-то, свою аудиторию, это так интересно. Раньше столько приходилось усилий прикладывать. И в переход идти. Я не знаю. Ты когда-нибудь играла в переходе? Нет. Кстати, не довелось. Но я пела в ресторанах в свое время. Серьезно? В юности подрабатывала, да. Ага. Слушай, были такие случаи, когда, допустим, вот Hard Player, мы недавно общались с ним, и он сказал, что к нему обратился мужчина и пригласил его, естественно, за оплату к своему сыну на день рождения. А просто прийти, побыть с ним, там буквально недолго сфоткаться, автограф, и все, и на этом достаточно. Ничего себе. Да, я тоже так немножко. А были ли у тебя такие случаи, что там подписчики приходили и говорили, слушай, а вот там у нас свадьба, там, может быть, ты у нас выступишь? Было что-нибудь подобное? Мне поступало однажды такое предложение, ну, просто ВКонтакте мне написал молодой человек, сказал, что даже готов оплатить перелет, но я не согласилась на тот момент. Если честно, я не помню, какие-то у меня были причины, то есть, ну, возможно, я сослалась на работу или что-то такое. Ну, то есть, мне действительно было на тот момент сложно взять вот так вот и сорваться и там на неделю куда-то уехать, просто потому, что человек захотел меня к себе на свадьбу. Ну, и вообще, я такая, я на чужой свадьбе, что я там буду делать? Петь под гитару, как бы, как, ну, то есть, мне сложно было вообще представить, чего человек от меня ожидает. Возможно, он считал, считает, что я там профессиональная артистка, певица, такая раз взяла с аппаратуры, приехала со всей, это же все равно какие-то издержки, там, что нужно настроить звук и все такое, а просто выступить с гитарой на чужой свадьбе, это немного, в общем, как-то странно это для меня, не знаю. больше таких не было предложений, вот реально только одно за все время. Понятно. Слушай, а вот ты рассказала в самом начале о своем канале, который у тебя есть на YouTube, который там ведется уже достаточно долгое время, это же почти лет 10, получается, да, то есть с 10-го года. Да, реально. Слушай, давай, наверное, о самом хайповом моменте. О наболевшем. О наболевшем, я прям по лицу вижу. Это твой кавер на уже всемирно известную песню, да, на русском языке Ведьмаку заплатите чеканной монетой, это мемовая абсолютно вещь, которая используется везде, и сейчас, на самом деле, он набрал более миллионов восьмисот тысяч просмотров, да, насколько я понимаю. Да. Как так? То есть, как это вообще вышло? Да фиг его знает, я не понимаю сама, почему это произошло? Это было, знаешь, как? Мы решили смотреть, в общем, я периодически устраиваю какие-то киновечера со своими ребятами, тоже с постоянными зрителями, это не так, что я прям афиширую все приходить на стрим, то есть иногда мы просто устраиваем такие посиделки, садимся, смотрим кино или сериал, еще что-то такое. Мы решили почему-то смотреть Ведьмака, он вышел, и вот буквально через пару дней даже сигнализации, да, слышишь, как реагирует на хайповую тело прям максимально. Очень горячо стало в этой студии, боже мой. На улице тоже. Да, да, да. И я смотрела с субтитрами, ну то есть я смотрела на оригинале и с субтитрами, и когда услышала первый раз песню, она мне вообще никак не запомнилась, а на следующий день вот пошли вот эти все новости про то, что песня жестко завирусилась и на русском языке, и на английском языке, и на всех возможных языках, и я такая говорю, ребята, да кому, вообще, какая-то неинтересная песня, вы что вообще, вообще о чем? И, а потом я послушала ее на русском и решила, что, блин, я же, я, наверное, могу лучше исполнить. Вообще, можно попробовать записать ее, ну так, чисто для себя, и я не рассчитывала на такой эффект, ну, то есть, у меня не было в мыслях, как бы, какого-то прям желания хайпануть или еще что-то такое, это просто, это реально вышло случайно, вот сложно объяснить людям, что это произошло случайно, и что я не ждала такого эффекта, я просто загружаю песню, и в тот же вечер, да, типа, 5000 просмотров там за первые, там, полчаса, это как, чё, там, 20, и вот, что происходит, и я не могла уснуть полночи, потому что, потому что я обновляла статистику, и не понимала, что происходит, ну, просто для меня это был нонсенс, и мне до сих пор не укладывается, какие мосерки ты испытываешь от постоянно растущих цифр, которые ты видишь по тем элитным видосам, ты же, да, наверное, скроллишь, постоянно обновляешь. Короче, сначала я очень сильно обрадовалась, то есть я была на таком на энтузиазме, на подъемчике, потом немного, в общем, немного смазало впечатление тот факт, что людей-то пришло много, но не все из них оказались доброжелательно настроены, ну, просто потому что людей много, и сколько людей, столько и мнений, я, в принципе, отношусь к этому лояльно, ну, соответственно, и на Twitch сразу же, пришел определенный поток людей, то есть которые начали сразу же просить исключительно эту чеканную монету. Я смотрела твои видео, другие, извини, перебью, и там очень многие писали, что я пришел после чеканной монеты и остался. Да, то есть это супер, и на самом деле, ну, это супер, это супер, то есть что, это получилось так, что пришло много людей, которые остались, ну, также пришли некоторые люди, которые подпортили мне, в общем, настроение в те дни, поэтому я так немножечко подрастроилась, но потом подумала, что, блин, нужно ориентироваться, в конце концов, на тех людей, которым все понравилось, которые пришли потом на мою трансляцию, которые остались на ней, потому что онлайн на Твиче сразу же тоже подрос, и, в общем, я стараюсь цепляться мысленно за вот это, за то, что я стараюсь, в конце концов, для тех, кому нравится, кто пришел и решил остаться, вот, благодаря этому видео, вот и все. Я думаю, что не только я, но и подписчики очень часто спрашивают, какое у тебя там оборудование, какая у тебя гитара, какой у тебя синтезатор, да, какой у тебя микрофон. У тебя, насколько я знаю, есть специальный лист. Да, у меня прям есть в группе ВКонтакте отдельная статья этому посвященная, опять же... Там до струн даже, не помню. Там расписано все до мелочей, мне кажется, потому что это вот тоже такой был очень, да, очень наболевший, видимо, был вопрос, ко мне очень часто приходили и в чате спрашивали, и мои постоянные зрители только и делают со временем, что отвечают на какие-нибудь вопросы, на которые я задолбалась отвечать. И вот они расписали, в общем, это все во главе с моим главным модератором и сделали, оформили вот эту статью прямо в группе ВКонтакте. И если мне кто-то теперь что-то где-то пишет, спрашивает, я сразу же... Ссылку. Я сразу же ссылку на эту статью просто не глядя. Вот там все, там все расписано, там все, там до проводочка, то есть вот, вот что куда воткнуто, там все расписано. Ну вот, если тебе не сложно, давай сейчас вот вкратце разберем эти проводочки, потому что очень многие люди, которые смотрят стримы, я не буду называть всегда же образно хейтерами, просто люди, которые не совсем понимают специфику нашей деятельности, что прежде чем сесть и красиво постримить, нам нужно приобрести хороший компьютер, хорошую вебку или цифровик, для того, чтобы качество картинки было приятным, ну и так далее, и так далее. Что касаемо твоих стримов, вот так вот положа руку на сердце, сколько ты потратила средств, чтобы полностью оформить свою комнату, купить оборудование и так далее, и так далее? Блин, я не знаю, никогда не считала. Даже примерно? Даже примерно, ну, так, я не знаю, но может быть полмиллиона у меня стоит в комнате, потому что, одно дело, когда тебе нужен просто компьютер, веб-камера, там, и микрофон, у меня это микрофон, компьютер, камера, свет, шумоизоляция, вот такая вот, по комнате. по всей комнате, Да, шумоизоляция, микшеры, да, звуковая карта, там все эти кабели, гитара, пианино, все инструменты, то есть, там, наверное, порядочная сумма наберется, но я ни разу не пробовала прям вот досконально это все просчитать. Ну, в принципе, этого достаточно. целей не было. Просто, чтобы люди немножечко понимали, что прежде чем сделать что-то красивое, надо вложиться. Опять же, надо понимать, что это все нарабатывалось, собиралось вот за 3-4 года, то есть, не было такого, что я эй, хочу стримить, пошла и купила себе кучу всего и стримлю, нет, это все сменялось, то есть, сначала был один микрофон, а, начинала я вообще с того, что купила себе петличку Rhythmix за 125 рублей, она была вот такая, на ней был такой какой-то мягенький набалдажник, я ее вот сюда цепляла, ну, по фильтр такой, да, да, она, в общем, звучала плохо, издавала всякие пердящие, скрипящие звуки, да, реально, 125 рублей, потом у меня был какой-то микрофон тысяч за пять китайский, в общем, сейчас у меня аудиотехника, мне кажется, это все, это все, это все приходит со временем, то есть, ты путем проб и ошибок, каких-то советов, поиска какого-то материала в интернете, постепенно приходишь вот к тому, что собираешь себе свой индивидуальный такой сет техники, которая нужна тебе. Наверное, теперь я поспрашиваю тебя с точки зрения музыканта, то есть, уже больше в эту сферу уйдем. Расскажи немножко, пожалуйста, о том, может быть, какие конкурсы ты посещала, какие кастинги, у тебя, может быть, есть там мечта оказаться на каком-то международном конкурсе, вот есть что-нибудь такое, может быть, там, не знаю, на голос, кто знает? Нет, кстати, тоже очень наболевший вопрос. Поэтому часто спрашивают? Часто спрашивают, я не знаю, почему именно про голос, но... Самое хайповое, вероятно. Да, очень популярно, но я не считаю целесообразным тратить на это время и силы, вот, если честно, потому что в юности, вообще в детстве, в подростком возрасте, ну, я говорю, я с самого детства занималась музыкой, я пела лет, наверное, с 7-и сначала в ансамбле, потом музыкальная школа, потом колледж, я посещала очень много разных конкурсов, я ездила и на всероссийские, и на международные конкурсы, у меня дома есть, ну, разные награды, мне неинтересно это, потому что все-таки это очень энергозатратно, и когда ты идешь на какой-то телевизионный проект, от тебя хотят получить шоу, я просто уже не в том возрасте, чтобы верить, что вот я приду такая хорошая, и мне скажут, ты такая талантливая, ты такая молодец, вот давай мы тебе там поможем, ну, к сожалению, к сожалению, это в большинстве случаев правда, люди ищут не таланты, а ищут ну, как бы показать людям что-то странное, фриковое, такое, знаете, чтобы, типа, чтобы набрать просмотров, чтобы увеличить количество зрителей в эфире и так далее, ну, то есть, я не знаю, вот мне как-то не хочется в это все окунаться, углубляться, я себя прекрасно, комфортно чувствую в том, чем я сейчас занимаюсь, мне кажется, лучше я буду стараться для тех, вот, кто у меня есть сейчас, чем буду распаляться и тратить силы на то, чтобы, вот, угодить какому-нибудь дяденьке с эфира, да, который... Ну, я думаю, что после этого эфира, после вот нашего подкуста очень много людей, единомышленников, действительно, проникнуться к тебе доверием, и ему будет очень здорово, если так и будет. На самом деле, это очень здорово. И еще такой вопрос, мы немножко это с тобой сейчас затронули, но современные тренды. Ты сказала, что я уже не в том возрасте, и я себя поймала на мысли, что я уже так тоже немолода. Я не до конца понимаю то, что я вижу сейчас в трендах в ютубе. Я не до конца понимаю современное, возможно, искусство. Я не понимаю, что слушает молодежь, так сказать, в 12-16 лет. Я просто не понимаю, поется на русском, но такое ощущение, что мне нужно перевести с албанского. Я, ну... Как ты относишься к современным трендам, и что тебя прельщает, что отталкивает? Я думаю, что всему свое время. Я стараюсь ко всему относиться спокойно. Я не... Ну, стараюсь не быть ханжой, и поскольку я работаю, опять же, в детском коллективе, то есть мне все-таки приходится сталкиваться с тем, что слушают подростки, что слушают дети. То есть я стараюсь более-менее быть в теме. И я все равно стараюсь расширять кругозор в том плане, что мне не стремно иногда зайти в тренды и послушать, что там вообще есть. Не факт, что мне это понравится, конечно. Я прям вижу твою гримасу. Ну, да, то есть... Это не обязано мне нравиться. Сколько людей, столько и мнений. Все правильно. Как бы у всех очень разные вкусы. Все мы с вами очень разные. И если мне это не нравится, это не значит, что это плохо. Вот и все. Вот я стараюсь как-то так к этому спокойно. То есть мы живем в такое время, когда все делают, что хотят и находят этому отклик, как ни странно. То есть интернет. Ууу, эпоха интернета, новых технологий. Замечательное время. То есть не будь интернета, всех вот этих трендов, новых сайтов, каких-то новых течений. Я бы тоже, возможно, не нашла своего зрителя. Поэтому почему нет? Вот каждому свое. Все. Я ни на что не претендую. Не считаю, что мое там мнение это какая-то истина, блин, высшей инстанции. Пусть слушают, что хотят. Это же прекрасно. Логично. Главное, чтобы все получали удовольствие от жизни. А впереди у нас еще очень много вопросов. Но обсудим это после перерыва. Еще немного вопросов на собственное мнение. Часто задают мне, как человеку нетворческому, с точки зрения не занимающейся музыкой, эти вопросы. Мне всегда интересно их обсуждать. Что касаемо тебя. Вот смотри, есть такое выражение, дарованиям нужно помогать, бездарности пробьются сами. На сегодняшний день очень много людей, которые, к сожалению, не находят свою широкую публику и ограничены какими-то факторами, грубо говоря, недостатком финансов для приобретения чего-то, недостатком связей для того, чтобы пробиться куда-то. Вот как ты относишься к этому старому как мир выражению, и как ты считаешь, что сегодня помогает человеку найти свою публику? Ну, про Twitch мы уже поговорили. Может, есть еще какие-то методы, как думаешь? Мне сложно сказать, потому что я могу сказать, я вот могу сказать по себе, что у меня не было никогда на моем пути цели заработать там больше подписчиков или больше просмотров. Мне просто повезло вот заниматься тем, что я знаю, умею и люблю делать, и мне повезло, что вот я нахожу отклик какой-то при этом у людей. А что касаемо, допустим, других ребят, иногда вот я лично спускаюсь в Just Chatting, и я вижу, что многие парни и девчонки тоже сидят с гитарами, ну и вот почему-то смотрят мало. Это обидно, и я с огромным удовольствием, то есть у меня традиция, после каждого стрима мы стабильно ищем кого-то поющего. Для рейда, да. Поющего, или, ну я могу на кого-то из своих просто друзей-знакомых, кого я уже знаю, но иногда мне скидывают, то есть вот, посмотри вот этот, как поет, смотри, вот какая-нибудь девочка, вот какой мальчик. И я как бы с огромным удовольствием ставлю рейд на человека, потому что, потому что мне хочется помочь, потому что мне хочется, чтобы этот голос был услышан, потому что мне хочется, ну как-то вот, потому что в свое время, например, точно так же помогали мне, то есть какие-то стримеры, которые гораздо были более известны, чем я, также просто случайно поставили рейд на меня или хост и все. Мы немножко больше к друг другу проявляем эмпатии, что ли, мы немножко более как-то понимающие друг другу относимся. Хотя, не знаю, возможно, это лично вот мое такое мнение, но я много очень людей и интересных встретила и близких мне по духу на Твиче. Я, наверное, смогу с тобой согласиться в том плане, что Твич все-таки это платформа для стримов. Ну, честно говоря, я не вижу многих людей, которые пересматривают потом стримы на Твиче. Ну, как бы для меня это немножко дикость, да? А вот пересмотреть стрим на Ютубе, почему бы и нет? Потому что Ютуб все-таки это видеохостинг и плотность, концентрация людей там куда выше, чем на Твиче, да, во всяком случае, как в СНГ-комьюнити. Тут еще, знаешь, играет большую роль тот факт, что мы постоянно друг у друга и у зрителя на виду. Вот блогерское сообщество все-таки ведет себя немножко по-другому и существует немножко по-другому, потому что там проще быть неискренним. Мне, вот мне так кажется, это мое личное мнение, потому что ты записал ролик, выложил его и все, и ты просто ждешь какого-то фидбэка от аудитории. Мы постоянно на виду у своего зрителя, то есть мы запускаем стрим, и все, что бы мы не сказали в прямом эфире, оно все останется в головах у людей. И точно так же мы на виду друг у друга, поэтому вот на мой взгляд аудитория от Твича, она, во-первых, гораздо более требовательная и она очень сразу же быстро вычленяет какую-то неискренность. И точно так же вот мы друг с другом совсем по-другому общаемся. Но все равно я как-то, небольшой такой в топ, мы об этом заговорили. Достаточно часто мне приходилось работать и с блогерами, и со стримерами, и в частности это происходило со стендов, в том числе и стримфест, я один из организаторов стримфеста, так вот вышло. И на одном из стендов к нам приходят систематические стримеры и в том числе блогеры, которые занимаются только видосами. И вот ты знаешь, я заметила одну простую вещь, что, допустим, блогер, который занимается видеоконтентом, ему тяжело общаться с аудиторией, тяжелее в разы, чем стримеру, потому что он привык по листочку, он привык к менеджеру, который ему объяснит, что ему лучше сказать. Он привык, что он в любом случае сможет вырезать то, что не получилось. Ему задают вопрос, а он вцепается и ждет, когда же ему кто-то где-то как-то подскажет, что ответить, как бы ему было лучше выглядеть в том или ином свете. А у стримеров как-то больше свободы, они не готовятся, у них нет листочка, у них нет каких-то заранее написанных текстов, по которым они будут три часа вести свой стрим. Поэтому в принципе так оно и есть. И исходя из фидбэка, вот мы с тобой тоже об этом заговорили, даже у тебя, вот мне кажется, у каждого музыканта, который выкладывает свои видео, есть этот странный комментарий. Ну, до Цоя, предположим, ей, как до Китая, да никогда она его перепеть не сможет. Перепить можно человека, но перепеть, ну как можно перепеть человека? Ну, разве творчество не живо, пока его песни не исполняются с близкими людьми на кухне под гитару? Ну, разве вот творчество этого человека не живо? Как ты относишься вообще к этой дурацкой, по-моему, абсолютно фразе? Я могу подметить очень интересный факт. Это, ну, я не проводила научных исследований на эту тему, но заметила, но заметила очень интересную тенденцию, больше всего жалуются на то, что я кого-то не перепела, поклонники русского рока. Полина Гагарина до сих пор никак не может перепеть Сою. Понимаешь, а, и что самое странное, почему-то этим людям сложно объяснить, что, ну, ты не хотел никого перепевать, ты не хотел никому ничего там доказать, ты просто от души сделал то, ну, как ты это видишь, да? Почему-то, некоторые люди почему-то вот склонны тоже считать, что, если ты делаешь кавер, то ты обязательно должен сделать это нота в ноту, идеально повторяя вот вибрации предыдущего исполнителя, и я тоже с этим абсолютно не согласна, песня, ну, песня, она же живая, она такая, созданная была в творческом порыве одним человеком, потом была подхвачена другим человеком, и самое главное, чтобы это у кого-то в сердце находило отклик, неужели это так важно, чтобы ты исполнил всю ноту в ноту исключительно с такой же интонацией, с такой же ритмикой, это полная ерунда, по-моему, не согласна, реакция, что ж ты не перепела, ты его, а как перепеть, да, я немножко не понимаю вот этой претензии, то есть, почему обязательно нужно стараться кого-то перепеть, тебе должен голос, наверное, появиться, тембр того же самого исполнителя, даже если ты женщина, ты должна петь как цопер, да, это вообще странно, это вообще странно очень, ну, как-то так, никогда не ставлю перед собой цели воспроизвести точь-в-точь какую-то песню, или сделать лучше, чем кто-то, ну, то есть, практически все песни, вот мной записанные, например, на YouTube-канал, это песни, которые по какой-то причине мне самой лично нравятся, и которые мне самой лично нравится исполнять, петь для своих зрителей, пишешь свои песни, они у тебя достаточно гармоничны, достаточно, знаешь, такие, они становятся родными для слушателя, я сейчас не говорю про каверы, а именно про твои творения, вот, скажи, пожалуйста, откуда ты черпаешь вдохновение, может быть, еще, допустим, слово муза, да, вот это вот, какое-то абстрактное, непонятное, есть ли у тебя человек, или что-то, являющимся музой, и кому ты доверяешь послушать свое творение первым? Если бы существовало такое, какое-то эфемерное существо, как муза, я не знаю, у меня бы была очень какая-то плохая муза, которая все время просыпала, опаздывала на работу, вообще ничего не делала, и никак мне не помогала, я бы только ее пинала и говорила, ну что же, ты, ну давай, соберись уже в конце концов, а она все никак не приходит и ничего не делает, у меня все очень все время спонтанно получается, я не умею, я не умею взять и написать, то есть, есть люди, например, которые прям работают с сонграйтерами, например, профессиональными, пишут, профессионально пишут тексты или пишут музыку, но это все как бы коммерция, и это нужно иметь какой-то определенный склад ума, чтобы сесть и написать, и еще продумать это до мелочей, так, чтобы это понравилось, так, чтобы это можно было продать, у меня никогда так не получается, и все мои песни, они написаны в каком-то едином порыве, когда что-то произвело на мне какое-то сильное впечатление, или я что-то переживала очень сильно в этот момент, и вот тогда я сажусь, у меня возникает какая-то идея, и мне хочется обернуть ее вот в формат песни какой-то, да, поэтому у меня все очень всегда спонтанно получается, и это, наверное, минус, потому что не получается вот структурировать какую-то свою творческую деятельность, хорошо, что у меня есть стримы, я думаю, потому что будь я каким-нибудь профессиональным музыкантом, которому приходилось бы, да, постоянно петь на сцене и искать какой-то собственный материал, я бы не было, наверное. Слушай, постоянно петь на сцене, вот тоже такой вопрос, тоже, наверное, в топный, но ты сказала о том, что ты участвовала, принимала участие в огромном количестве мероприятий, конкурсов и так далее, а была ли у тебя когда-нибудь боязнь толпы, то есть вот ты выходишь в зал, допустим, софиты и сидит куча народу и тебе как бы нужно отдаться, да, вот этой всей атмосфере, была ли у тебя когда-нибудь боязнь толпы, если да, то как ты с этим что, когда я выхожу на сцену, я немножко перевоплощаюсь, то есть я уже не я, я не знаю, ну да, я не знаю, как это объяснить, у меня просто, я просто пытаюсь прочувствовать текст песни и пытаюсь вот донести его через призму собственного какого-то переживания и стараюсь отключить в этот момент какие-то свои вот эти все собственные страхи, очень сложно было с этим справляться раньше, когда я была например ребенком, но сейчас проще, потому что у меня гораздо больше опыта, ну то есть вот этот страх толпы, страх того, что на меня смотрит большое количество людей, он не ушел никуда, к сожалению, ну не знаю, возможно у кого-то получается вот прям вообще избавиться от него и выходить и говорить свободно, ну то есть мне помогает то, что я как будто пытаюсь перевоплощать воплотиться, вот, я пытаюсь абстрагироваться от того, что это я, такая маленькая девочка Юля из Иркутска, что я в этот момент кто-то другой, я в этот момент человек, который переживает вот этот текст, вот эти чувства и транслирует его людям, наверное, так, как-то вот так, очень необычный подход, мне честно говоря, до тебя мне никто такого не говорил, поэтому услышала бы, да, не знаю, у меня, ну у меня школа еще народная, то есть я все время, я все время представляю себя кем-то, кем-то, кто вот исполнил бы вот эту песню, вот эту песню, то есть стараюсь проявлять какую-то, возможно, эмпатию к человеку, который бы потенциально мог вот об этом говорить, это чувствовать, понимать, да, 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 я стараюсь углубиться в текст, то есть вот, вот, пережить его не как я, как Юля, а как вот тот человек, который бы услышал это, ну да, 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 я понимаю, понимаю, очень так чувственно, скажем так, помимо всего прочего, у тебя куча каверов на английском языке, у тебя отличное произношение, и я склонна полагать, что ты хорошо знаешь язык, возможно, отчасти, где, так сказать, границы знания английского языка у тебя, то есть ты говоришь, тебя понимают, или... Да нигде, я не знаю, для меня это все как-то очень размыто, я учила английский в школе, но, по сути, мне кажется, научилась говорить по-английски, я вообще не в школе, скажем честно, да, школьная программа, которая у нас сейчас есть, она абсолютно не готовит тебя не лечит, не лечит, да, она не готовит тебя к повседневному общению, она не готовит тебя к тому, что тебе придется разговаривать, она тебя натаскивает на определенные упражнения, на грамматику, но при этом ты выходишь и как бы в город, да, где-то, и боишься там спросить дорогу, ну вот реально, я вот с этим сталкивалась, и мне помогло то, что я в свое время начала, я, во-первых, много слушала с детства музыки на английском языке, то есть я с самого детства, у меня в принципе дома слушали каких-то западных исполнителей, потом я сама начала что-то искать, а ты сказала, что для тебя важен текст, следовательно, ты искала, я думаю, перевод узнавала и запоминала, об этом я и хочу рассказать, да, то есть я очень много слушала иностранной музыки, и естественно, в какой-то момент меня начинало интересовать, а что же там поет мой любимый исполнитель, то есть, а что же там, о чем же там, я переводила сама какие-то тексты, искала переводы в интернете, постепенно-постепенно ты узнаешь новые слова, но это естественно, потому что чем больше ты практикуешься, тем больше у тебя остается в голове, то есть потом я стала замечать, а, потом начали набирать популярность разные западные блогеры, типа Дженны Марблс, например, вообще как бы стал набирать популярность YouTube, вместе с ним западные блогеры, я начала смотреть, какие-то скетчи, вот это вот, да, я начала смотреть ту же Дженну, и постепенно-постепенно я себя поймала на мысли, что я понимаю почти все, о чем она говорит, я как собачка, я вот все понимаю, я вроде по-английски не разговариваю, но мне все понятно, что она пытается до меня донести, и то есть сначала просто музыка, потом вот какие-то ролики на YouTube, потом какие-то сериалы, фильмы, и это помогает, во-первых, узнавать новые слова, во-вторых, вот практиковать слуховое восприятие языка, и даже если я иногда не могу найти подходящие слова, то есть я почти всегда понимаю, о чем мне говорят, очень помогает жизнь. Я английский учила, сколько себя помню, то есть это был, наверное, второй класс, семи лет, и когда в 18 лет я уже готова была идти сдавать TOEFL, международный экзамен, я поняла, что сдать-то я его сдам, но я фактически, если со мной поговорить, это будет уровень, наверное, пятиклассника, потому что, к сожалению, словарный запас достаточно маленький, потому что нет практики общения, нет именно знакомых носителей языка, и в 18 лет я поняла, что я английского совершенно не знаю, мне стало безумно обидно за, наверное, в первую очередь силы финансирования моих родителей, которые вкладывались в это дело, они хотели. Я к чему веду? К тому, что ты сочиняешь композиции. У тебя есть композиции на английском языке? Нет, ни одной. А вот смотри, я тут недавно узнала, что меня очень сильно потрясло, Маруф, популярная исполнительница, востребованная абсолютно, и когда ее спросили, ты же сама сочиняешь музыку? Она говорит, да, и музыку, и слова, она говорит, а английский хорошо знаешь? Она говорит, вообще не знаю. Она говорит, я вообще не знаю. английского языка, я беру простые слова, абсолютно доходчивые, которые... И просто как бы укладывая их в музыку. Как тебе такая новость? Ну, знаешь, опять же, это вот интересный подход. Я впервые слышу, и я никогда об этом не задумывалась. Мне все время кажется, что я недостаточно хороша, чтобы сочинять на английском языке. То есть это как если бы какой-нибудь Джон Смит такой решил, я могу понимать, что говорит, там, не знаю, Юрий Дудь, и сейчас я возьму и попробую написать текст. И у него получится в жилах стынет кровь, мне нужна любовь, я люблю морковь, вновь и вновь. там, я не знаю, ну что, ну типа, да. Пощади нашу творческую команду. Мне кажется, что вот если я начну сочинять на английском языке, будет что-то подобное. То есть вот, когда я пишу на русском, я стараюсь всегда, чтобы мой текст нес какой-то смысл в себе. Поэтому, ну, то есть для меня это важно, смысловая составляющая. И как я должна работать с английским языком, если, ну, он у меня довольно базовый, примитивный, то есть мне его хватает. Кстати говоря, здорово можно практиковать на стримах английский язык. То есть, если приходит англоязычный зритель, я всегда стараюсь с ним поздороваться и спросить, как дела хотя бы на английском и попрощаться на английском в конце стрима. Вот. Но, ну, не более того, я не знаю, как мне взять и написать текст на английском. Вот. Я всегда хотела петь, и для меня всегда люди, которые умели петь, которые умели приковывать к себе внимание, это какие-то, не знаю, ангелы спустились и лепили этих людей. Серьезно. И я всегда по-доброму, вот белой завистью завидовала таким людям. И когда я буквально недавно пошла на курсы, я спросила у преподавателя, всем ли дано петь? Любого ли человека можно научить петь, если у него есть бешеное желание? Даже если у него там, ну, со слухом, с голосом, но если у него есть бешеное желание, можно ли его научить петь? Я думаю, что у многих людей возникает такой вопрос. А что ответил тебе твой педагог? Давай сначала ты. Хорошо. Я могу сказать так, что я на своем жизненном пути встречала людей, которым не хватало таланта, да, ну, как, не хватало, то есть, природных данных, но они своей усидчивостью, настойчивостью пробивали вот эту стену и умудрялись достичь, ну, хоть какого-то, но результата. то есть, это здорово, когда у тебя есть изначально какие-то природные данные и к ним прикладывается, ну, вот, труд какой-то и вот, и вот оно, и вот оно, что ты имеешь в конце концов. Да, то есть, если у тебя вот здесь, ну, не хватает, то, соответственно, вот здесь, вот тебе придется, ну, добрать еще очень-очень много и тебе придется очень-очень много трудиться. В общем, я что хочу сказать, можно научиться, но у всех это займет разное количество времени и придется очень разное количество усилий в это вложить. То есть, я всегда говорю людям, часто реально спрашивают, приходят на стримы, типа, вот, я очень хочу, но у меня там медведь на ухо наступил и у меня там все плохо и у меня не получается, типа, что делать? Я всегда спрашиваю, а для чего вам это нужно? Если для себя, как бы, то, вот, смотрите сами. Если вы хотите в этом добиться какого-то профессионального успеха, значит, нужно будет сделать ого-го-го-го-го, вот сколько. Серьезно. Скорее всего, человека, даже, который, ну, там, плохо попадает в ноты, то есть, если он там год, два, три будет заниматься, прогресс в любом случае будет, потому что работа нашего голоса, это, ну, та же работа мышц. Весь наш голосовой аппарат, он состоит из таких винтиков, гаечек, которые нужно регулярно подкручивать, смазывать, ухаживать за ними. Я надеюсь, я надеюсь, ты понимаешь, да, конечно, о чем я. Я надеюсь, это все тренировка, это годы тренировок, это как спорт, реально, потому что я даже смотрю на свои, например, старые ролики, которым там по 3-4 года, и я не могу их слушать, мне кажется, что это ужасно, так что вот терпение и труд, они решают очень многое, на самом деле. Ну вот, в принципе, шанс есть всегда. Вот, в принципе, это я и хотела услышать, сказала мне приблизительно то же самое. Первое, что спросила, для чего тебе это? Да, для чего? Какие цели ты перед собой ставишь? Если ты хочешь пойти на голос или там на какой-то другой, ну, кастинг, грубо говоря, да, это одно, но если ты хочешь петь для себя дома, или при выходе с друзьями куда-нибудь в караоке? Кстати, часто бываешь в караоке? Нет. Нет, потому что не любишь или нет, потому что... Нет, потому что... Ну, я и так много пою в жизни, типа, представь, я бы еще хотела... Это как, знаешь, сантехник такой, пришел с работы домой и дай-ка я еще тут покручу, что-нибудь смеситель проверю, блин, нафиг мне это надо. Ну, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. И, дружочек, давай поговорим, наверное, о коллаборациях. Я думаю, что твои подписчики достаточно часто, когда приходят на стримы, спрашивают за своих любимых стримеров, например, ну, образно говоря, есть девочка Сандра Оуэлл, Оуэлл, точнее, извиняюсь. У нее тоже достаточно интересный голос, она сама такая достаточно очень яркая девочка, ну, предположим, приходят и говорят, а вот сделайте с ней коллаборацию, запишите с ней какой-то совместный трек. Как ты к этому относишься? Я всегда только за, на самом деле. Ну, то есть, чаще всего мне поступают предложения от каких-то уже более-менее знакомых стримеров, и чаще всего я не отказываю. Я считаю, что коллаборация это супер. Есть люди, которые со мной не согласятся, конечно. Почему? Ну, типа делить аудиторию? Да, да, есть люди, как ни странно, на Твиче, которые относятся к этому вот так, что я не хочу своих зрителей с кем-то делить, но мне кажется, что любая коллаборация это не дележка, это такое взаимовыгодное переливание аудитории в первую очередь. подпишек. потому что, да даже, когда я ставлю рейд на какого-то стримера, не исключено же, что его зрители увидят меня, зайдут на мой канал и зайдут ко мне. то есть, любое взаимодействие в интернете, оно почти всегда идет в обе стороны. И глупо думать, что ты там с кем-то кого-то не поделишь. Тем более, мы все очень разные. Но все равно все стримеры же очень разные. Все, вот как бы у каждого свой характер, свое какое-то видение жизни, свои взгляды, свой репертуар, да, если мы говорим именно вот о музыкальных стримерах. Поэтому каждый находит все равно так или иначе своего зрителя. То есть, я почти всегда за. Я с удовольствием участвую в каких-то таких. Слушай, ну вот по поводу коллаборации у вас же на стриме вместе с Ксенией и Настей. Если происходит совместный стрим, то ты играешь на гитаре, Ксения играет на синтезаторе, а Настя тронет. Да, это буквально недавно было. Замечательный эпизод, вообще, по-моему. Он запомнился многим, я думаю, да? То есть, он такой как бы простой, но он запомнился многим. Вот у меня, как у человека, темнота, неграмотный, скажем так, но вы заранее репетируете? Вот как так получается, что у вас это гармонично? Почему? Мне стыдно об этом говорить, но чаще всего у нас не получается нормально репетировать. В этом самый, это самый такой камень воплотновения. Я чаще всего приезжаю в гости от случая к случаю, то есть, поскольку я живу далеко, и если я приезжаю на сессию, то мне нужно как-то согласоваться со своим расписанием в институте, и это не всегда получается, чаще всего получается так, что мы такие, да, надо бы порепетировать, надо бы что-то попеть, надо бы порепетировать, и в результате мы садимся и что-то там раз, 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 но это, это, я не знаю, это, возможно, опыт, возможно, какое-то просто вот стечение наших интересов, характеров, я не знаю, так получилось, мы с Ксюшей на удивление очень быстро сыгрались, спелись в этом плане, то есть, даже самый-самый наш первый стрим какой-то, когда проходил, мы просто, помню, сидели и смеялись, типа, ну что, мы вообще первый раз сидим, что-то играем, вроде как, что-то получается, и мы даже поем, и на два голоса раскладываем, и это так быстро и здорово выходит, как будто бы мы это делали всегда, слушай, а сколько вы знакомы, если не секрет, как вы вообще познакомились, так вот, сколько вы знакомы, не смотри туда, не смотри туда, так, надо собраться, ну, наверное, года полтора, может быть, года больше, года два, хорошо, года два, я думаю, мы знакомы, бери больше, в любом случае, бери больше, года два, причем, Ксюша первая пришла ко мне на стрим и предложила встретиться, а я офигела, я не знала, это улыбка на ее лице, это просто чето какое-то, я не знала, куда деваться, ну, это просто стечение обстоятельств жизненных, получилось само собой, и на удивление здорово все вышло, мы встретились в Москве, разобщались, оказалось, что, блин, у нас много общих интересов, у нас даже вот в музыке мы во многом совпадаем, оказалось, что мы слушаем очень много одинаковой, похожей музыки, то есть, возможно, еще от этого, потому что у нас вот похожий такой музыкальный опыт, и мы просто сходу накидали здоровый список песен, которые мы бы могли вместе спеть, мы это все довольно быстро разобрали по голосам, потому что мы это все вместе, ну, много наслушали уже, и мы не так много провели совместных стримов, но у меня уже список в телефоне, там, я такой, блин, почему мы уже столько спели, она такая, да, сколько можно, вот так, то есть, интернет замечательная штука, действительно, она сводит единомышленников, она сводит единомышленников, сводит людей, которые живут за десятки, иногда тысяч километров друг от друга, оказываются схожими в каких-то мелочах, и из этого вырастает потом общение, дружба, замечательно, допустим, в прошлый раз у нас был Макатау, Дмитрий, ну, я думаю, знаешь, да, кто это, и мы с ним разговаривали как раз по поводу отпуска, не то, чтобы он высказался по поводу отпуска резко негативно, просто он уточнил, что для него отпуск это потеря, так сказать, рабочего времени, то есть он настолько трудоголик, он настолько переживает за судьбу своего канала, что, говорит, я даже на один день бы не смог его оставить. Мне тоже сложно, сложно абстрагироваться, но я пытаюсь, потому что я понимаю, что это нужно, ну, то есть, да, я понимаю, что я где-то там могу потерять, что там я что-то не повыкладывала, что-то не поделала, но зато вот сейчас я наберусь сил и потом выдам вдвойне, потому что как бы то ни было, если я уставшая, замученная и мне ничего не хочется и я не готова вот отдавать свою энергию своим зрителям, ну, то они это заметят, они сами это заметят, они сами это почувствуют и ну, зачем? Все-таки для зрителей мы не болеем, мы не спим, мы не едим, мы роботы и к нам они приходят на постоянку для того, чтобы зарядиться этими эмоциями, а мы тоже люди, нам тоже свойственно уставать и нам тоже желание отдыхать. в конце концов, то есть, да, я с одной стороны понимаю, что моя аудитория максимально вот заботливая, кстати, реально, у меня очень заботливые зрители, то есть, они даже если видят, например, что у меня голос устал, что я устала, они чаще всего начинают все писать иди спать, иди спать, хватит петь, там же деньгами кидаются, лишь бы только спать, отдыхать, не пой, то есть, у меня две крайности, Юля, давай уже пой, хватит разговаривать, Юля, не пой, ты устала, Юля, не пой, Юля, иди отдохни, Юля, давай посмотрим фильм, хватит петь, вот это вот, они как-то реально очень по-человечному с одной стороны ко мне относятся, но с другой стороны я же понимаю, как бабушка, знаешь, с такой же теплотой, я же понимаю, что, ну, они приходят отдохнуть, и мне хочется, хочется им дать вот этот отдых, ну, а для того, чтобы я могла им что-то дать, мне нужно себе тоже что-то дать, да, разумеется, да, потому что, чтобы была энергия отдавать, ее же нужно откуда-то взять сначала, она же не берется просто так, для этого нужно какие-то переживать эмоции, нужны какие-то впечатления, нужен отдых, там, нужны поездки, нужно почитать книжку иногда, нужно иногда отвлечься, там, от всего вообще, полежать на диване, даже. Ну что, мой дорогой друг, пришло время, наверное, для одной из самых интересных рубрик, это вопрос под кустом, я уже обмаловилась о том, что у нас в прошлом выпуске был Дмитрий Макатао, и он для тебя оставил вопрос, так, я, честно говоря, даже сама не знаю, что там, вот, поэтому, Дима, по-моему, очень в прошлый раз ревностно отнесся к тому, что я начала открывать конверт, откатан на вопрос был, поэтому, да, открывай ты, и если захочешь прочитать, я буду очень рада. Так, а если не захочу? Дело твое, но нужно будет ответить на этот вопрос, и для следующего героя оставить свой. Там еще и граффити, что-то графическое. как грамотно распорядиться своими эмоциями? Судя по всему... У человека стресс, по-моему. Судя по всему, наш подкуст не прошел даром, поэтому он решил задать этот вопрос. А я... Только что мы с тобой очень много обсудили на тему отдыха. Чтобы грамотно распоряжаться своими эмоциями, нужно, чтобы у тебя был какой-то внутренний ресурс. Чтобы был вот этот эмоциональный ресурс, нужно давать себе отдых. Поэтому я искренне советую Дмитрию, несмотря на его трудоголизм, и несмотря на то, что он так переживает за судьбу своего канала, иногда брать небольшие передышки. Ну, серьезно. Я считаю, что это очень важно. Я просто сама по себе очень тоже эмоциональный человек. И я понимаю, что когда я работаю, 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 ежедневно думаю над чем-то, над судьбой своего канала, тоже там, над какими-то своими проектами, иногда я загоняю себя сама и понимаю, что раз, и я пропустила вот этот момент, когда я, ну, реально вымотанная, перегоревшая, и мне уже не хочется ничего делать, мне хочется только на всех кричать, психовать, плакать, и вообще, и лечь в кровати, я не знаю, под одеялко, и ничего не делать. Вот. Чтобы вот этого не происходило, нужно грамотно, как бы, почувствовать момент, когда тебе пора немножечко остановиться. Ну, серьезно. Ну, здесь я присоединюсь к словам Юли, Дима, пожалуйста, хоть Юлю послушай, отдохни хотя бы чуток, и, соответственно, перераспредели свои силы на новые действия. Это очень круто. Ну, на вопрос мы с тобой уже ответили, а теперь твоя очередь. Теперь тебе нужно подумать над своим вопросом для следующего героя. Кем же он будет, этот следующий герой? Хороший вопрос. Но вопрос может быть абсолютно любым, пожалуйста, только в рамках дозволенного. И, так, значит, ручка, листочек, отдаю тебе, мой друг. Да. Подумай, если не пишет дам карандаша, чем богаты. Хорошо. У нас же есть время реально, чтобы я немножечко подумала. Видимо, нет. Я поняла. Хорошо. Самое, возможно, сумасбродное, вот в порядке бреда, чтобы ты не рискнула спросить у человека. А, понятно, это сработало. Тема хорош, в принципе, вопрос для подкуста тем, что если ты не решаешься спросить, или никогда бы, наверное, не смог спросить, это вот так вот, с глазу на глаз, ты можешь это сделать с помощью вопроса. У тебя очень красивый почерк, кстати говоря. Пытаюсь покрупнее писать. Ты же думаешь, не увидит? Ага, Макатау все-таки успел покусать. Тоже какие-то картинки максимально. Все. Написала каверзный вопрос. Передадим в целости, в сохранности. Все, все это будет лежать здесь у нас рядышком. Спасибо тебе большое. Ну что, мой дорогой друг, спасибо тебе огромное, что сегодня пришла к нам в студию. Спасибо, что достаточно честно, открыто ответила на все мои вопросы. Спасибо тебе, спасибо всем, что пригласили меня сюда. Я уверена, что после этого подкуста к тебе придет большое количество единомышленников и тех людей, которые также поддержат твое творчество и была очень рада знакомству с тобой. Но, дорогие друзья, на сегодня это не все. Вас ожидает в конце действительно, по-настоящему крутой сюрприз. Поэтому оставайтесь с нами, не переключайтесь. А с вами была я, Ангелина 031. Этой зимой у меня вышел небольшой сборник, который состоит из трех зимних песен. Я хочу исполнить одну из них. Она очень трогательная и напомнит вам о ком-то, кого вы очень любите и ждете. Как лучистая крупинка, В дюнах белого песка Улыбается снежинка А после тает на руках твоих Но ты не дай меня, не отпускай В какие города придется улетать Туда, где снега нет, где теплится весна Придется улетать В какие города меня не отпускай Меня не отпускай Как снежинки друг на друга Не похожи ты и я Если вдруг разлучит вьюга Позже я найду тебя Среди других, ведь ты особый для меня Не видела земля Других таких, как ты Других таких, как я Пожалуйста, нет Не видела земля Других таких, как ты Других таких, как я 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 Других так, 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 как я